Коллеги, рядом со мной Максим Астанин, модератор нашей деловой сессии. Здравствуйте, Максим. Да, здравствуйте, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о теме сессии. Да, на самом деле мы решили собрать такой интересный формат. Формат заключался в том, что мы не просто обменились опытом, говорили о ключевых трендах. Мы сегодня собрали именно наших коллег со всех регионов нашей страны, так скажем, тех людей, кто работает на земле, из муниципалитетов, из региональных администраций, для того, чтобы поговорить, так скажем, о наболевшем и о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. И сегодня была основная задача, что не просто должны были быть такие нудные какие-то выступления и, так скажем, соревноваться, у кого больше показателей и так далее. А основной акцент мы сделали на том, чтобы презентовать какие-то интересные фишки с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса, а именно торговли, именно потребительского рынка, потому что это такой особый блок, так скажем, бизнеса. Мы говорили о поддержке местного товаропроизводителя, мы говорили о развитии малоформатной торговли, о формату дома, говорили о развитии сельской торговли. И это те основные направления, с которыми мы живем, так скажем, каждый день в своей профессиональной деятельности. Сегодня у нас было там порядка 15 спикеров, которые выступали. Ну и я считаю, что площадка, основной результат площадки в том, что мы уехали, ушли довольными, так скажем, с теми материалами, которые мы сегодня увидели. Ну и самое главное, с тем передовым опытом, потому что мы порой, так скажем, живем по соседству с многими регионами, не знаем, что происходит, соответственно, у них. И сегодня каждый, я считаю, подчеркнул что-то новенькое, но ключевую тему я уже осветил. Скажите, может быть, был какой-то особенный момент, животрепещущая тема, которую абсолютно все регионы с ней столкнулись и начали находить выход или только отметили эту точку роста? Да, ну здесь, на самом деле, основной момент, который вызвал бурное обсуждение, это именно поддержка бизнеса в период пандемии, вот этот постковидный период, потому что здесь основной момент был в том, что именно какие есть финансовые инструменты, какая есть методическая, информационная, там, иная поддержка, но здесь, конечно, те субсидии, которые регионы начали вводить. Потому что, понимаете, есть субсидии, которые транслируются на всю страну, а вот мы сегодня как раз смотрели опыт регионов, которые есть уникальные, которые есть, например, там, взять Томску область, они там субсидировали весь общепит, там, жилищно-коммунальные услуги, непосредственно все уникальные, уникальный опыт. Смотрели опыт там Новосибирской области, да, там, соседей, там, мечей. Мы увидели там, что мы компенсировали там работу аттракционных, детских развлекательных комнат, которые были закрыты в новогодние праздники. Поэтому это, может быть, окажется, ну, не совсем, наверное, для федерального масштаба, но для нас это очень важно. И самое главное, понимаем, что за этими людьми, которыми мы поддерживаем, стоят реальные люди, это бизнес, это налоги, это рабочие места. Поэтому одна из основных тем – это поддержка постковидной и пандемии на период. Ну, и сегодня было очень много проектов, которые мы презентовали, которые были связаны именно с темой импортозамещения. То есть создание неких там площадок по субконтрактации, по обмену опытом, по поиску поставщиков, партнеров и так далее. Потому что сегодня актуально, и мы прямо даже в режиме там онлайн после окончания площадки со своими коллегами начали просто тестировать эти площадки, действительно ли это работает, чтобы коллеги все увидели, все заинтересовались. И даже многие сказали, зачем нам создавать свои площадки, давайте вот будем этой площадкой пользоваться. Ну и в принципе, как-то так. Может быть, какие-то, подскажете, Новосибирск, что готовит для своих жителей? Может быть, есть какая-то интересная вот история, которая готовится вот-вот к выходу, или, может быть, обсуждается прямо вот на горячее? Да, ну, а самый интересный проект, который мы сегодня реализуем, прямо в режиме онлайн, это как раз-таки сервисы по субконтрактации, это по поиску поставщиков. Это, знаете, мы делаем некое такое новосибирское авито, где ты можешь найти, там, тебе нужно 40 килограмм бакинских помидоров для твоего ресторана, там, бары и так далее. Ты можешь забить, ну и, соответственно, тебе выдаст, где ты можешь взять с точки зрения твоей геолокации, там, тот или иной местный фермер. Мы оцифровали сегодня всех местных фермеров, потому что есть площадка, там, Яндекс, Дубльгиз, Двагиз, Двагиз, это, кстати, тоже наша новосибирская компания, где ты можешь найти, там, любого поставщика, в принципе, любую компанию. Но вот о мелких фермерах, самозанятых, которые где-то в глубинке работают, но при этом он делает там лучшую моцареллу, чем у других, там, государствах, так скажем. И тем не менее, вот мы как раз сейчас запускаем этот проект, продовольственный портал Новосибирской области, он называется, и как раз мы там порядка 500 вот таких вот уникальных фермеров, производителей, которые, возможно, не найдешь там в промышленном масштабе и в большом формате. Ну и классика жанра сегодня, это удобно, мы все перешли на Телеграм, Телеграм-канал, мы сделали чат-бот как раз тоже для поиска местных товаров производителей. То есть кому-то просто проще контрагентов найти в Телеграме, кому-то классические там на сайте, кому-то просто на интерактивной карте. Поэтому вот эти вот три ключевых проекта, которые вот мы до 10 июня сейчас запускаем. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо, удачи.